Галина Старостина В Челябинске И по-моему в Челябинске очень-очень-очень много времени сейчас Я Позвоню, попробую сейчас Потому что вообще она мне сказала В тот раз, что она ложится спать очень поздно Но по-моему в Челябинске вообще очень поздно Только сейчас я посмотрю Надо было, конечно, мне Галине позвонить с самого начала, с первой Я прошляпила всё абсолютно И я сейчас набираюсь смелости Так как Галина, я знаю, что она не работает Она на пенсии И я надеюсь, что если я даже разбужу её То она на меня очень сильно не обидится Потому что я потом не смогу позвонить И мне будет очень-очень обидно, что я не позвонила её Ой, что я не поздравила её Я очень хочу её поздравить Поэтому давайте все вместе Вы сейчас все со мной Я звоню Галине Времени у неё Не буду даже говорить сколько Но давайте мы пробуем Потому что она мне писала Что она ложится настолько поздно Потому что я думаю, она то ли картины рисует Давайте попробуем Если она на меня закричит То я этого заслужила Алё Галина Алё Алё, вы меня слышите? Да, это кто? Галина, здравствуйте, милая моя Это Наташа звонит с ютуба Ой, Наташа Я очень-очень Я никого не ждала И вдруг мне это самое звонят Я очень-очень извиняюсь Я, наверное, вас разбудила Фантастика Да нет, я ещё не уснула Ой, слава Богу, что вы не спите Я звоню вам Поздравить вас с наступающим Новым Годом Я хочу вам Я хочу вам сказать огромное Огромное спасибо От всей Всей своей аудитории От мистера Джонса От себя За то, что вы сделали нам такое удовольствие Такой подарок Ой, очень приятно Я хочу вам пожелать Огромного-огромного Счастья семейного Здоровья Вы такая просто чудная Чудесная женщина Это просто обалдеть Ну-ну-ну, захвалила Ну, конечно, это вообще Ответно Ответно я также восхищаюсь Вашей работой Которую вы проводите Очень интересно Здорово Спасибо большое Одно удовольствие И люди интересные Очень попадаются Старики какие интересные Да, да Я очень люблю Я очень люблю пожилых людей Я пожилых людей Очень-очень люблю Вот как-то с детства Я с бабушки За своей Я очень люблю пожилых людей Они очень много Могут рассказать Они многому Могут научить И с них Можно брать пример С многих Понятно Но таких вообще-то Не так уж и много Некоторые просто Уже утрачивают Свою интеллект Ну, есть, да И теряют Вообще Не такие они Как в молодости были Конечно, да А тут встречаешь Таких людей Которые Сильные, в общем-то Они умственно сильные Самое главное Дай Бог здоровья Я представляю Сейчас все Все подписчики Слушают вас Голос Все ушами Просто прольнули Компьютеру Потому что Все очень хотели Услышать вас Потому что Картину вашу Знают все И все просто Говорят Боже Ну, я представляю Просто Насколько все рады Сейчас слышать вас Я от всех От всех своих Подписчиков Поздравляю вас С Новым годом Главное, чтобы Вы были счастливы Чтобы у вас Вы весь сыном живете, да? Да Ну, вот Чтобы сын вас радовал Всегда Чтобы у вас все было хорошо Ну, сынок Отличный у меня Так Ну, что же мне Сказать вам в ответ Конечно Я вас тоже Поздравляю С праздником Желаю вам Желаю вам здоровья Прежде всего Счастья Конечно Вот Муж мне у вас нравится Хороший Спасибо Человек, по-моему Очень Такой спокойный Симпатичный Крелец Вот И С детьми И со всем прочим Чтобы у вас все было Все-все хорошо Спасибо Спасибо огромное Ну, и всем подписчикам Тоже желаю Хорошего Чтобы мир был на земле Никаких катаклизмов не было Неприятных А как вы будете Отмечать Новый год? Кто к вам придет? Нет Нет Мы будем Уметь Отмечать А уж Праздник Это потом У нас будет Ну, да Намечаются Такие Ну, дружеские Белки Можно сказать Застолия А так В основном Мы встречаем Новый год Вдвоем Ну, все понятно Все понятно Ну, и ладно Как у вас погода сейчас? Холодно у вас? Погода? Ну, погода Ничего Терпима Но мне не нравится В этом году Вообще погода Она слишком мягкая И неровная Вот Слишком ранее Зима была Но какая весна будет Не знаю Очень скользкая Дороги не чистят Что-то у нас Забросили это дело И люди ломают Руки-ноги Постоянно Да Это грустно Будьте осторожны Да Да Спасибо Вот Так что у вас Хорошие дороги Там Слава Богу А мне вот интересно Вы вот эту картину Рисовали Сколько у вас Ушло дней На такую картину Чтобы нарисовать? Ой Володь Сколько я рисовала Эту картину У меня не помню Три Три недели Но она Раз То самое Я не сидела С утра до вечера Так Не получались У меня сначала Коровы Да Вот Сначала Надо было Придумывать Распланировать Все Этот самый Эскиз Сделать А потом Коровки Я их уменьшила Слишком Часто они у меня Мелковато Получились Я была В шоке А потом Все Переделала Так здорово Ко мне же пришла Его дочь Пришла ко мне в банк Я дала ей эту флешку И она еще 20 копий Сделала Разослала Всем родственникам Так что Ваша картина Произвела такой фурор Здесь в Америке Ну да Это Бог Счастьем И радости Ну Все Хорошо Я довольна Что у меня так вышло Это было просто Настроение такое Если бы не было Желания большого Сделать вот Доброе что-то Ну вот Ну понравился мне Это Мне тоже хотелось сказать Понравился просто вам Вот он этот вот Фермер Мистер Джонс Ага Вот То есть Вдохновение пришло Вот От чувства Такого Сильного Восхищения Да А так было Я бы не нарисовала Не захотела Это Ну вот Ничего Там конечно Мне просто Я уже потом Подустала Надо было Лучше Дом там Нарисовать Даль Ну думаю Ладно А там она Все равно Восхищенная Немножко вышла Ой здорово Здорово Вам надо было Еще подпись поставить В углу Где-нибудь Вашу Конечно Не думала Что это Самое Нужно было Но ничего Пойдет Супер Ну я надеюсь Она у вас где-нибудь Висит в красивом месте Эта картина Я ее не закрепила Она у меня Очень В шатком состоянии Находится И не знаю Что с ней делать В смысле Как это в шатком А ну в смысле Не Этот самый Краски Они Сыпятся Осыпаются Желтые Дотронуться До нее Она сыпется Ее надо Как-то закрепить А можно Каким-то лаком Покрыть может А вот я и думаю Вот лак Надо мне подобрать Такой Чтобы он Не менял цвет Ну и сделаю Да А сын у вас Тоже рисует Сын нет Я его не научила Рисовать Меня собственно Тоже никто не учил В школе А почему Вот вы на своем канале Сделали только одно видео Может быть вам надо Открыть свой канал И учить людей рисовать И мы покажем Как рисовать Ведь это же так интересно Учить рисовать Это очень сложно Да Сейчас Много каналов открыто Которые учат рисовать Но они считаю Не серьезно Учат рисовать Игра И такая Знаете Поверхностная Игра То есть А нужны знания Вот Какого бы Человек Не выбрал Путь В искусстве Ему прежде всего Нужны основы Они должны быть Крепкие Основы Вот Собственно У меня Тут самый Есть Такой курс Но Не все рвутся Рисовать Сейчас Это не очень Престижно Так сказать Денег мало Дает Людям Поэтому Не все рвутся Стать художниками Странно А то Что по телевидению У нас иногда Показывает Меня поражает Это Ну Что можно Почеркнуть Скажем Из черного квадрата Это Долгая Конечно Тема Для беседы Особенно По телефону Я Например Оформителем Была Я знаю Что такое Книжная Иллюстрация Или даже Книжное Оформление Без Иллюстрации Там Нужен И квадрат И треугольник И всякие Фигуры Но Сказать Что это Живопись Этого Нет Это Декоративные Декоративные Пятна Декоративное Искусство Оно Тоже Имеет Свои Вот Больную Тему Не затронули Просто Я уже Почувствовала Потому Люди Иногда Смотрят Расскрыв Глаза Так Удивленно Ооо Черный Квадрат Да что же Там есть В этом Черном Квадрате Я не знаю Тоже Я тоже Не знаю Там ничего Нет Это просто Пятно Сделай Много Черных Квадратиков Но Один Побольше Другой Поненьше И можешь На нем Что-нибудь Написать Сделать Какую-то Страницу Литературную Или Из такого Рисунка Можно Сделать Материю Там Раскрасить Или Влюц Какой-то Прекоративное Это Это Уже Прошедшая Эпоха Это Еще Когда У нас Репины Там Шишкина У нас Были И Там Всякие Рубинсы За границей Они Уже Все это Знали Оценили Оно Ничто Но В Америке Я не знаю Там Я слышала Что Есть Ну Инсталляции Инсталляции Есть Такие Изобразительные Моменты В общем Это Наташа Это Интересная Тема Но Она Очень Спорная Особенно Если Человек Занимается Этим И Начинает Что-то Выдумывает Ну Представь Себе В кино В котором Мелькают Какие-то Непонятные Элементы Я Например Такое кино Смотреть Не буду Ну Тем более Ну Фотография Она Все-таки Отражает Предмет Кино А Вот Такие Беспредметные Вещи Поэтому Они Ничего Не выражают А Надо С самого Начала Детей Учить Все-таки Элементом Ну Вот Курс Я Такое Сделала Вообще Да Я Смотрела Очень Интересное Кстати Видео У вас Где? Вот у вас На канале На канале? Да У вас На канале Там Видео Есть А Где вы Это Все Рассказываете Это Я Вова Попробовал Володя Мой сын Попробовал Сделать Фильм Но у него Так получается Да Да Вот Но Как вы Делаете С Людой Замечательно Получается Лучше Я не видела Еще Спасибо Большое Спасибо Большое Здорово Интересно Просто Клубки Он путешествует Даже Подметки Не годится Он Очень Близок Но я К сожалению Не путешествую Как Людмила У меня Просто Нет Возможности Такой Путешествовать Поэтому Я Придумываю Что бы мне Рассказать Из своей Жизни А я С удовольствием Конечно Тоже Поездила Если бы Я не Работала Но Пока У меня Нет Возможности Такой Мне Там Все Интересно Мне Понравилась Вот Бабулька Мне ужасно Понравилась В доме Престарела Да Каней Каней Она Необыкновенная У нее Лицо Такое Выразительное Знаете Что-то В нем Даже Птичьи Есть Она Такая Маленькая Она Такая Малюсенькая Я Когда Ее Увидела В том Году Она Вышла Из комнаты Вот Так Встала Посредине Коридора И Стоит В ночной Рубашечке Я Сначала Думала Что Это Ребенок Издалека Грубини Какой-то Ребенок Стоит На шнурбашке А потом Я Когда Подошла К ней Я Думала Я ее Истискаю Все Я ее Начала Обнимать Моя Великолепная Бабушка Хорошая Дай бог Ей Много лет Жить А вообще Маленького роста Маленького роста По-моему Они долго Жители Бывают Часто Да Наверное У нас Тоже Одна Бабулька Ходила Маленькая Маленькая И она Очень Долго Ходила Я все Удивлялась Она Живая 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 А вот Вы Представьте Себе Ее Дочери 82 Года 8 Это 82 Года Иметь Маму Это Что-то Нереальное Правда Это Здорово Ну а Как Она Сама У нее Мозги В порядке Да Винни Говорит Что Она Приходит Не Каждый День Берет У нее Белье Постирать Приводит Своих Детей Внуков Они К ней Все Время Приходят Но Я Все Время Когда Задаю Такой Себе Вопрос 82 Доживу Ле Я Какой-то Фантастики Это Фантастики На самом деле На самом деле Ну Она Наоборот Такая Что Ле Долгоживущая Я Не знаю Я Не знаю Как Они Так Может Что Так Кушали А Неправильное Может Быть Я У нее Спрашивала До Этого Говорю Кани А ты Занималась Спортом Она Говорит Я Никогда За свою Жизнь Не Зашла В Какой-то Спортивный Зал Никогда В жизни Я Не Занималась Никаким Спортом Вот Мы Все Думаем Что Спорт Спорт Да А вот Посмотрите Нет Тут Много Такого Что Говорят Вот Это Полезно Это Полезно А Это Вредно А Истины Там Чуть Чуть Да У каждого Свой Индивидуальный Организм И Поэтому Никто Никогда Не Знает Курильщик Может Дожить До 150 Лет Как Говорится А Кто-то Не Курит И Получает Рак Легких И Поэтому Никогда Тоже Интересная Тема Тоже Вот Ну Вот Сводишь Нас Куда-нибудь На Еще На Художественную Выставку На Какую Нибудь Да Надо Куда-нибудь Сходить Обязательно Для вас Я это Сделаю И покажу Вам Картины Я правда Честно Говоря К своему Большому Стыду Я не Очень В этом Понимаю Но Я Как Я смогу Чувствовать Чувствовать Надо Так Не Нужно Понимать Надо Просто Чувствовать Если Художник Хорошо Выразил Мысль Свою То Вы Его Поймете Я Обязательно Схожу У нас Здесь Очень Много Выставок В таком Городе Есть Винтерпарк И Очень Часто Не Часто Но По-моему Два Раза В год Они Делают Именно Какой-то Праздник Вот Этих Художников И Там Прям Столько Их Много Забирается Да Переписываться Надо Да А то Я много Чего Мысли У меня Сейчас Утепило А выразить Не могу Галина Спасибо Вам Огромное Что Вы Уделили Мне Время Спасибо Вам Огромное Спокойной Вам Ночи И Еще Я Еще Раз Желаю С Наступающим Новым Годом Вас Будет Он Очень Хороший Этот Новый Год 2015 Мне Нравится Это Число 15 А Это Год Козы Мне Друзья Дали Брелок Артему Мне И Вине Дали По Брелку По Козе У нас Один Из Друзей Приехал Из России И Привез Эти Брелочки Козы Металлические Или Деревянные Ну Вот Такие Они Металлические Да Ага Но Металлические У меня Есть А Деревянные У меня Нет Ладно Ну И Еще Этого Орла Ты нам Когда-нибудь Покажешь Нет Какого Орла А вот Орландо Я тебе задавала Вопрос Да Конечно Ответила На этот Вопрос Вы просто Не смотрели Я ответила На ваш Вопрос И Я вам Хочу Сказать Откуда Произошло Орландо Я просто Это знаю Потому что Я Когда работала По профессии Риэлтор Нам Рассказывали Орландо Назвали Этот Город Потому что Когда его Строили Они нашли Могилу Неизвестного Солдата Но на ней Было Написано Орландо То есть Орландо Это просто Имя Человека И Вот Когда они Нашли Эту Могилу Когда делали Город И вот Этот город Произошел Именно От могилы Где был Похоронен От солдат Орландо Да А могила Сохранилась Вот этого Я не очень Помню Или утеряна Наверное Я не помню Этого Но я Могу Я могу Найти Я могу Найти Почитать Это Я не помню Я знала Это Но я не помню Сохранилась Она или нет Но точно Знаю Что это От солдата От этого Имени Спасибо Это история Да А мне просто попалась Вот эта статья И я думаю О, интересно Про Орландо Нет Вообще У людей Здесь В Америке У мужчин Имя Орландо Довольно-таки Не так часто Но встречается Это мужское имя Орландо Понятно Все ясно Так Ну вам Всего доброго Спасибо огромное вам И спасибо большое За звонок Прямо удивительно И невероятно Мне очень приятно Спасибо большое Очевидно Невероятный Звонок Из Орландо Прям Да Спокойной вам ночи Дай бог вам Всего хорошего Спасибо Спасибо Галина Как мне приятно Было с вами поговорить Как приятно Боже мой Спасибо вам большое Я знаю Что было поздно И вы конечно Очень воспитанный человек И мне не сказали Что было очень поздно Я вам хочу сказать Всем Подписчики Я позвонила Было времени Час ночи 52 минуты Когда я начала звонить Поэтому Я очень извиняюсь Очень извиняюсь Галина Но мне было Очень приятно Спасибо Ну и еще раз Я хочу Попробовать Позвонить В Испанию Керала Индия Давайте я позвоню Еще раз Посмотрим Так Нет Сейчас Секундочку Испания У нас тут Господи Как же мне приятно Как же мне приятно Это мне просто Не передать Когда общаешься Вот со всеми С вами там Да И уже видишь Эти ники И когда звонишь И Слышишь Голоса ваши Красивые Это вообще Так Давайте еще раз Наберем Испанию Ну если неправильный номер То очень конечно Обидно мне Что неправильный Хотя вот телефон Звонит Не может быть Он неправильный Так обидно Керала Да Видимо Никого нет дома Потому что Телефон домашний И никого дома нет Хотя Не так поздно Кералочка Индия Поздравляю вас С наступающим Новым годом Вот я вам звоню В данный момент Но К сожалению Не могу дозвониться Все Мои любимые Хотела сказать Мои любимые подписчики Для них конечно Так Уже Мы не скажем Никогда Правда Это я На своей Начальной стадии Так скажем Блогера Неопытного Я начала Говорить Здравствуйте Мои подписчики И одна Мне Подписчица Девочка Сказала Наташа Не называй нас Подписчиками Не называй нас Подписчики Мы твои друзья И я тогда Помню Задумалась И сказала Как правда Я шаблонно Называю Всех своих Людей Всех своих Таких Милых Женщин И мужчин Которые меня Смотрели И вы у меня Превратились уже В мальчиков И в девочек Не важно Сколько вам лет Не важно Вам может быть 18 Может вам 56 Все мы в душе Мальчики и девочки Мы все в душе Озорники Мы все в душе Очень любим сюрпризы Мы все Очень любим Смеяться И шутить Поэтому Выкиньте Все эти Свои паспорта Ну не выкидывайте Конечно Положите их Куда-нибудь В коробочку И не смотрите Сколько вам лет Я знаю Что У кого-то Когда-то Может быть Иногда И где-то Побаливает Знаете Ввиду возраста То есть У меня тоже Ну много чего Бывает Болит И бывает Я выгляжу Не лучшим образом В связи Со своей болезнью Но это Не важно Уже сказала В связи Со своей болезнью Но болезнь у меня Я имею ввиду Что щитовидка Щитовидка у меня Удалена И очень часто Я просыпаюсь И у меня Очень сильно Опухает лицо Но Это Все оболочка Все оболочка И ваше тело Ваше лицо Это не то что Должны ценить люди Люди должны ценить то Что у вас внутри Это ваше сердце Ваша душа Ваша доброта И искренность И поэтому Я считаю Что Мы все Очень красивы Мой канал Я когда смотрю Комментарии Читаю Смотрю Все эти ники Я думаю Что у меня Столько красивых людей Собиралось на канале Это просто безумие Какое-то Честное слово Я никогда не думала И у меня Я смотрю У меня Прибавляется Каждый день По 30 человек По 40 По 50 Каждый день Вы представляете Иногда по 20 А вообще В среднем 30-40 человек Каждый день У меня прибавляется И Это очень Мне приятно Очень приятно И Очень мне приятно Я имею ввиду Я не сказала Очень неприятно Но я так прозвучала Я сказала Очень мне приятно А получилось Очень мне приятно Короче Очень мне Мне приятно Что Ко мне Заходят на канал Люди И очень добрые люди Они смотрят Они между собой Разговаривают И когда я вижу Как вот я уже Разговаривала Сегодня Со Со своими Девочками Мальчиками Когда звонила И говорила Как мне приятно Я вижу Что вы Друг другу Даете рецепты Я иногда Записываю Эти рецепты Салатиков Смотрю И Мы очень Добрые Мы очень Мы относимся Друг другу С добротой Мы Понимаем Друг друга Мы Как-то Советуем Друг другу Дружок Кружок пионеров Честное слово Такой приятный Как сказал Макс Кекс Наташа Сначала я была Учительницей Он мне сказал Наташа Ты учительницей И нет Учительницей я По-моему Не была Он мне сразу сказал Наташа Ты по-моему Директор школы Потому что у меня По-моему Там было Тысяча человек Он сказал Наташа Ты директор школы А мы твои ученики Потом у меня было Три тысячи Он мне написал Теперь ты уже Директор института Или университета Ну а сейчас У меня десять человек Я не знаю Кто я теперь Теперь у меня Я как может Я не знаю кто Не знаю В общем Мне очень нравится С вами болтать Вы же знаете Да Я вот сейчас сижу Дома у меня никого нет Ёлка у меня позади Я сижу вот как Ненормально И с вами разговариваю Потому что я знаю Что все вы сейчас На меня смотрите И все улыбаетесь И я вижу каждого из вас Улыбку Я вижу её Потому что Я всех вас люблю Потому что я Всех вас ценю И всё ваше время ценю И знаю Как вы все заняты И знаю Что у кого-то Очень много забот У кого-то Очень много неприятностей Но все эти неприятности Пройдут И заботы закончатся Поверьте мне И если вам допустим Некогда смотреть меня Я знаю Что вы всё равно Вернётесь ко мне И будете смотреть Завтра Или послезавтра Поэтому я Очень счастлива Что у меня есть вы И я счастлива Что я у вас есть Потому что Мы много Очень друг другу Даем Вот я допустим Сказала Что я не умею Варить борщ Так я вам хочу сказать Что я теперь Его умею варить Потому что У меня пришло Наверное Рецептов 100 И я Посмотрела И записала Очень многие рецепты И если я сейчас Скажу Что я не умею делать Допустим Селёдку под шубой Хотя я умею делать Мне сразу помогут И если я скажу Что у меня на душе Очень горько И обидно И что я расстраиваюсь Что у меня Артём уехал Я знаю Что меня Сотни людей Сейчас успокоят И скажут Историю своей жизни И поэтому Я знаю Что я теперь не одна Не важно Что у меня случится С моим каналом У меня есть вы Все мои девочки И мальчики Мальчики Какие у меня хорошие На канале Все очень добрые Сильные Вообще Я не знаю Просто чудо Чудо Я не могу сказать Какие они на внешность Молодые Или пожилые Я видела пару их И они очень все красивые У меня Самое главное Они умные и добрые Вот что нужно мужчине Быть добрым Мужчина Самый настоящий мужчина Никогда не будет оценивать Женщину Никогда не будет говорить Какая она внешняя Потому что Мы не живём в мире моделей Мы все можем выглядеть по-разному Все Но если мы в душе добрые То и мир будет чище И лучше Ну я загнула Конечно Сегодня Хотела я одеть сегодня Шапку Санта Клауса Но не нашла нигде Потому что Как бы Новый год вроде И шапка Санта Клауса Была бы Как раз в тему Но нет Всё равно Желаю вам Счастья и добра Всех вас люблю И повторяю это Сто-сто раз И к сожалению Вот вина у меня Сегодня нету Так бы я выпила Конечно с вами Бокальчик бы Взяла вина А может быть Сейчас и есть Ну-ка сейчас подождите Посмотрим А как вы думали Как в Орландо И без вина У меня есть опять Моё любимое Немецкое вино Называется оно Молоко матери Я помню Я его ещё в России пила Я его очень люблю Так вот Так Ориентация опять потеряна По-моему Так вот Я всем желаю Добра Счастья Любви Помните я сказала Вам не нужны яхты Вот мы сейчас С Леночкой С украинкой Разговаривали Не нужны яхты Не нужны деньги Не нужны машины Конечно Хотелось бы это всё иметь Но для счастья Ничего этого не нужно Всё что нужно Это иметь Родного человека Рядом с собой Завернуться с ним В одеяло И смотреть вместе Телевизор Какую-нибудь киношку Пусть она будет глупая Но на душе будет Так здорово и весело Я сейчас чокнусь с вами Вот так Люблю всех вас